Здравствуйте, Сергей Головей! Здесь мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры в городе Сакраменто, штат Калифорния. Как всегда, в первых минутах нашего вещания огромнейшая всем благодарность и признательность за то, что вы присоединяетесь к нам. В подавляющем большинстве случаев мы приходим к вам, в ваши дома, прямо из нашего русскоязычного служения, здесь, в Церкви Христианской Веры. За небольшими исключениями сегодня есть это исключение из правил. Мы делаем эту программу, чтобы продолжить наш разговор о вещах, которые были озвучены, о вещах, которые были адресованы на нашей предыдущей программе. И позвольте оговориться, что для нас действительно большая честь. Мы не принимаем это, как что-то само собой разумеющееся. Прийти к вам, встретиться вместе с вами, преломить вместе с вами духовный хлеб по абсолютной надежде, в убежденности даже, что Христос будет узнан нами в преломлении хлеба. Есть огромнейшее, огромнейшее благословение, когда мы в самого разного рода формате фокусируемся на самом главном, на жизнедающем Божьем Слове. Хотелось бы оговориться в том, что мы приходим к вам в 12.30 по Тихоокеанскому времени здесь, на западном побережье Соединенных Штатов Америки. Что будет означать в 3.30 по Восточному времени? Огромнейшая благодарность администрации телеканала «Импакт» за предоставленную возможность приходить к вам в прямом эфире, как замечено было в подавляющем большинстве случаев из нашего русскоязычного служения здесь, на территории Соединенных Штатов Америки, и те из вас, которые принимают наш сигнал в странах бывшего Советского Союза, в странах Восточной и Западной Европы. Благодарность администрации телеканала «ТБН Россия» за предоставленную возможность прийти в ваши дома. 21.30 центральный европейский поезд, 22.30 киевское время, 22.30 в равной мере и московское время. Продолжение этих получится. На своем экране вы будете видеть номер телефона, это номер голосовой почты, если вы позвоните и оставите свое имя или имя человека, о котором вы бы хотели, чтобы мы помолились. Мы будем это делать. Библия говорит, многое может усиленная молитва праведного. И мы гораздо подставить свое плечо. Слово Божье поощряет нас к тому, чтобы мы носили бремена друг друга. И таким образом мы исполним закон Христов. Если вы предпочитаете электронный формат, можете обратиться к нам, можете написать нам несколько строчек по адресу электронной почты, которые вы в равной мере видите сейчас на своем экране. Евангелие Луки, 12 глава, это текст, к которому мы обращались на нашей предыдущей программе. Мы отвечаем на вопрос, почему заботы, почему переживания настолько разрушительны в жизни последователя Иисуса Христа. Евангелие Луки, это наш базовый текст, и к нему мы еще раз обращаемся. И в 22 стихе мы читаем, «И сказал ученикам своим». Христос не обращается в этом случае ко всем. Христос обращается в этом случае к своим последователям. И, кстати, это очень характерно для Евангелий. Неоднократно Христос говорил к обществу, к большому, к многолюдному обществу. Были оказии, я использую такое слово, когда он обращался к очень узкому кругу, даже из числа своих учеников. Но в этом случае он обращается ко всем из них. Ко всем из них. Поэтому послание к ученикам по-особенному, на мой взгляд, должно отзываться в наших сердцах, потому что в лице учеников он сегодня обращается к нам, его последователям в 21 столетии. Упустим ряд стихов и переходим в 29. Луки 12, 29. Итак, Христос говорит, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Именно эти слова, именно это заявление, именно это утверждение мы берем за основу. Не беспокойтесь. Слова Иисуса Христа своим ученикам, слова Иисуса Христа сегодня каждому из нас. Не беспокойтесь. Почему? Мы отвечаем на вопрос. Почему заботы? Почему беспокойство? Почему переживания настолько разрушительны? Я бы хотел, чтобы вы послушали меня и послушали очень внимательно. Согласно священных текстов, Иисус Христос не только Спаситель наш, Иисус Христос не только Автор и Совершитель нашей веры, Иисус Христос, совершивший собой очищение наших грехов, Иисус Христос, являющийся Автором и Совершителем нашей веры, в равной мере является и пастырем, и блюстителем наших душ. Я повторю это еще раз. Он не только Спаситель, Он не только Автор и Совершитель нашей веры, Он в равной мере является пастыром и блюстителем наших душ. И в своем послании, в одном из своих посланий, апостол Петр говорит так, «Ныне мы обратились, или ныне мы возврастились к пастырю и блюстителю наших душ». Я должен заметить, что особенно в полноевангельских кругах мы большое ударение делаем, когда ведем речь о Христе как о Спасителе, когда ведем речь о Христе как об Авторе и Совершителе нашей веры, обесцеляющем Боге. Но очень часто мы не уделяем адекватное время, соответствующее время тому, что Христос является пастыром и блюстителем наших душ. А таковым Он именно и является. Я скажу даже больше. Назовем это теорией, назовем это учением, назовем это, быть может, даже догмой, которая отдает предпочтение духу над душой и телом, не является библейской основанной. И дух, и душа, и тело одинаково важны. Апостол Павел в послании к фессалоникийцам в пятой главе, это его молитва, чтобы и дух, и душа, и тело были сохранены без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа для Бога, сотворившего нас по своему образу и по своему подобию. И дух важен, и душа важна, и тело наше в равной мере важно. Если бы Бог не был заинтересован в нашем здоровом теле, Он никогда бы не представил себя, как Джагова Рафа, Он бы никогда не представил себя, как Бог исцеляющий. Можно даже аргументировать в пользу того, что абсолютно все равно, сколько у человека откровений и познаний о Боге, если его тело не способно быть носителем того призвания, которое Бог возложил на этого человека, какая в этом всем польза? И дух, и душа, и тело одинаково важны. И я хочу поощрить и себя, и каждого из вас без исключения. Ни в коем случае не пренебрегать состоянием своей души. Ни в коем случае не игнорировать состоянием своей души. Наоборот, верить Богу, чтобы наша душа была настолько же целостной, как и наш дух. Еще в седую древность Давид прописал в одном из псалмов, Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и вводит меня к водам тихим. Он подкрепляет. Английский перевод использует слово, душа нуждается в восстановлении. Если хотите, душа нуждается в перезагрузке, душа нуждается в освежении. Господь подкрепляет, Господь освежает, Господь утверждает душу мою, потому что состояние нашей души для Бога одинаково важно. Кто-то спросит, почему об этом, собственно, речь? Об этом, собственно, речь, потому что заботы, потому что переживания, потому что беспокойства разрушительны для состояния нашей души. Я повторю это еще раз. Переживания, беспокойства, заботы разрушительны для состояния нашей души. И в силу этого Христос говорит, сегодня не беспокойся. Будут они большими, будут они мелкими. Не имеет значения. Заботы разрушительны, очень разрушительны. Заботы очень токсичны для нашей души. И на нашей прошлой встрече мы, собственно, и начали отвечать на вопрос, почему переживания, почему заботы, почему беспокойства настолько разрушительны в жизни последователя Иисуса Христа? Не с тем, чтобы повторяться в вещах, которые уже были адресованы, но если вы конспектируете, можете записать себе, никакое количество забот, никакое количество переживаний не может решить ни одной даже иоты наших проблем. Не имеет значения, будет человек волноваться час, день, неделю, месяц, годы или годы. Никакое количество переживаний, никакое количество времени, проведенное в переживаниях, о чем бы то ни было, не решает наших проблем. Поэтому беспокойство не заслуживает нашего внимания. Вторая вещь. Беспокойство имеет силу. Заботы имеют силу. Это, согласно притчеосеятеле, заглушить слово. Если я могу сделать ссылку на Евангелие Луки в 8 главе, Христос говорит, «Опосеянное в тернии». Это означает людей. Это символизирует людей, которые слышат слово, но в которых заботы века сего заглушают это слово. И опять в английском переводе написано, «И они не могут принести зрелого плода». Заботы, беспокойство, переживания, негромко сказано, удерживают нас от нашей духовной зрелости. Но даже и не на этом сегодня акцент. Акцент на том, что заботы, переживания, беспокойства особенно токсичны в области сверхъестественных проявлений. Я повторю это еще раз. Заботы, беспокойства, переживания особенно токсичны, особенно разрушительны в области чудес, знамений и сверхъестественных проявлений. И на это я бы хотел уделить внимание в оставшееся время. У меня есть ряд мест священного писания, чтобы подтвердить эту мысль. Я не знаю, сколько мы из них успеем сегодня посмотреть. Но давайте, к примеру, посмотрим на историю взятия Иерихона. Народ израильский вышел из Египта, провел в пустыне 40 лет, ровно через 40 лет по выходу оказался на береге Иордана, перед ними Иерихон, сверхъестественным образом. Господь разделил воды Иордана, они прошли, и перед ними первый город, в отношении которого Господь дал очень специфическое указание. И вот на эти указания мы с вами сейчас и посмотрим. Если у вас есть возможность открыть Библию вместе со мной, сделайте это. Книга Иисуса Навина, 6 глава, книга Иисуса Навина, 6 глава. В первом стихе написано, предыдущий 16 стих 5 главы, или 16 стих предыдущей 5 главы говорит, Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него и никто не входил. Тогда сказал Господь Иисус, и в первом стихе 6 главы, вот я предаю в руки твоей Иерихон и царя его и находящихся в нем людей сильных. И потом конкретно было самим Богом через Иисуса Навина передано израильскому народу. Вот что вы должны сделать. Стены Иерихонские, какими бы крепкими они ни были, они упадут до своего основания без содействия рук человеческих. Бог демонстрирует свою силу, свое могущество. Вы будете свидетелями Его сверхъестественных проявлений. Но для того, чтобы они имели место, вы должны будете обходить город один раз в день в течение первых шести дней. Каждый день вы должны будете обходить город. все общество. В седьмой день вы должны будете обойти город семь раз. И если этого мало, то прислушайтесь к Божьему указанию, нет, 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 к Божьему требованию в девятом стихе. Народу же Иисус дал повеление и сказал, не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего. И чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните и тогда воскликните. Если вам покажется малым, если вам покажется незначительным, требование Бога обходить город, обходить город раз в день, в течение первых шести дней, в седьмой день, семь раз они должны были обойти город. И потом Господь добавил, кстати, когда будете обходить город, не восклицайте, даже слово пусть не выходит из ваших уст. Я вот подумал себе, это, наверное, сродни детям, которые проснулись в рождественское утро и побежали под рождественскую елку и попросить их успокоиться, попросить их не радоваться, попросить их не восторгаться от того, на пороге чего они стоят. Да они рождественского утра ради жили последний не месяц, месяцы. О подарках только и разговоры были. Сколько раз дети спрашивают у родителей, а когда можно будет открыть эти рождественские подарки? Вот что-то похожее происходило тогда. 40 лет в пустыне, 40 лет смерти, ежедневно смерть вторгалась в их дома, ежедневные похороны, пока Бог хоронил прихотливый народ, пока Бог сводил с ними счеты, и вот все это осталось позади. Они овладевают обитованной землей. Вы можете только представить себе, где был уровень адреналина в это время. И Господь говорит, никто из вас, ни один из всего множества обходящий город не имеете права даже слову выйти из ваших уст. Послание предельно простое. Успокойся перед тем, как сверхъестественное проявление будет иметь место. Чаще, чем реже Бог требовал от народа успокойся, войди в покой, прежде чем моя рука будет простерта на соделание знамений и чудес. Беспокойство, если хотите, переживание заботы, они токсичны для состояния нашей души. Они-то как раз-то и в противовес Божьему указанию, требованию, чтобы нам, его последователям, действительно успокоиться в нем, успокоиться в его обетованиях. Давайте посмотрим еще один текст книги «Деяния апостолов». Книга «Деяния апостолов», 9 глава, и мы читаем с вами такие слова, если я не ошибаюсь, в 31 стихе, так оно и есть, «Деяние 9, 31». Церкви же по всей Иудее, Галилеи, Самарии, были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. в церкви, не церковь, церкви, и не только в одной Иудее, но и в Галилее, и в Самарии. Последователи Иисуса Христа открыли для себя секрет, о котором мы с вами ведем сегодня речь. Кстати, вот им в 9 главе деяния апостолов было, о чем переживали. Потому что в 8 главе начинается одно из самых сильных преследователь ненаверующих. Написано о том, что преследование было настолько угнетающим, настолько жестоким и жестким, что все находящиеся в Иерусалимской церкви рассеялись, кроме апостолов. Никого не осталось. Друзья, вот если кому-то была причина переживать, если кому-то была причина волноваться, если кому-то была причина заботиться, было о чем? было о чем? Но они в противовес тому, что диктовал регламент дня, я так скажу, находились в покое. Еще раз, деяние 9.31 церкви по всей Иудеи, Галилеи и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Святого Духа умножались. Позвольте спросить, умножение церкви, рос в церкви. Это естественно или сверхъестественно? Кто строит церковь? Не Христос ли сказал, я церковь мою создам и врата ада, не одолеют ее, не написано лишь, что Господь ежедневно прилагал спасаемых церкви? Позвольте заверить вас, что рос церкви, спасение людей, умножение верующих, это работа нечеловеческой руки, это то, что делает Бог, при условии, что мы будем в сотрудничестве с Ним. Он говорит, вы делаете то, что вы должны делать, я буду делать то, что вы, то, что только я могу сделать. вы откажитесь от всяких забот, от всяких переживаний, от всяких волнений, потому что они токсичны для состояния вашей души, и когда это произойдет, я простру свою руку. Помните, мы говорили о том, что заботы, переживания, волнения особенно токсичны для сверхъестественных проявлений, особенно разрушительны для нашей души, по-особенному разрушительны для нашей души. Так вот, в 31 стихе 9 главы они были в покое, и церкви умножались. 32 стих. Случилось, что Петр обходил всех находящихся, и случилось, что Петр обходил всех, пришел к святым, живущим в Лиде, и там в Лиде имело место исцеление. Опять-таки, сверхъестественное, божественное проявление. 36 текст. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна, она была исполнена добрых дел, творила много милостыни, и она занемогла и умерла, Библия говорит. В 31 стихе все церкви в Иудее, в Галилее, Самарии были в покое. они противостали заботам, беспокойствам, и как результат рука Божья была простерта на соделание знамений и чудес. Церковь умножалась, исцеляющая сила протекала, воскрешающая мертвых сила Божья манифестировала себя. Это мое страстное желание сегодня в этом небольшом обращении спровоцировать каждого из вас к тому, чтобы вы пригласили Бога в свою жизнь, не только как автора и совершителя вашей веры, но чтобы вы пригласили Его как пастора и блюстителя ваших душ. И вооружились тем, что заботы, переживания, волнения по-особенному токсичны для состояния нашей души. И Господь сегодня хочет прикоснуться к каждому из нас до такой меры, чтобы Его мир, превосходящий всякое разумение, наполнял нас. И не было даже даже одного квадратного сантиметра для забот, переживаний и волнений, потому что они проблем наших не решают, потому что они имеют силу задушить слово, потому что заботы, переживания, беспокойства по-особенному токсичны в области сверхъестественных проявлений. я заканчиваю стихом из послания апостола Петра, который говорит, что противник наш, дьявол, ходит как рыкающий лев, желая кого поглотить. Противостаньте ему твердой верой, но перед этим он пишет, возложите все свои заботы, возложите все свои переживания на него, потому что он печется о вас. Возложите их на Иисуса, он печется о вас, и не упустите из виду, что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, желая кого поглотить, забросать, если хотите, вот этими заботами, переживаниями, чтобы все, что осталось от нас, это переживание 24 часа в сутки, которое не решает наших проблем, которые могут заглушить силу Божьего Слова в нашем духе, которые особенно токсичны в области сверхъестественных переживаний. Возложите все свои заботы на него, он печется о вас. И на каком-то этапе нашего следования за Богом нас должно озарить одно из самых сильных откровений, что никто, даже я, не могу позаботиться о себе столько, переживать о себе столько, беспокоиться о себе столько, сколько переживает, сколько заботится обо мне сам Бог, вникающий во все дела сынов человеческих. Давайте сегодня возложим все свои заботы на Него и приготовим в нашем сердце дорогу для сверхъестественных проявлений сверхъестественного Бога во имя Иисуса Христа.